Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые союзники! Меня зовут Светлана Ладина. В 155-й день рождения царя-страстотерпца Николая II я предлагаю вам познакомиться с людьми, которые в святости государя и его семьи были уверены задолго до их прославления Церковью в Отечестве и многое сделали для того, чтобы эта канонизация состоялась. Алексей Кузьмин, Юрий Шумилов, Владимир Хохлов входили в состав братства святых царственных мучеников, которое действовало в Екатеринбурге. Возглавлял братство преснопоминаемый Анатолий Михайлович Верховский. С его единомышленниками мы встретились возле поклонного креста, который сейчас находится между храмом на крови и культурно-просветительским центром царский, возле часовни святых преподобно-мучениц Елизаветы Федоровны и Варвары. Величайе, величайе, святый царю мучениче Николое, Величайе, величайе, честное страдание Твоя, Я же за Христа претерпею си. Вот мы собирались здесь в 90-е годы, где-то с 93-го по начало строительства храма, когда здесь уже вырыли фундамент до 2002 года точно. Собирались раз или в два раза в неделю, читали акафисты, наводили порядок на этом месте, поливали цветы, вот в полярок с банком за водой ходили. И люди подходили разные к нам беседовать. Помню, курсанты к нам как-то подошли, помогли, нас таскали землю какого-то военного училища. Потом подошел какой-то человек, сказал, так пророчески сказал, а здесь ведь будет большой храм, со всего мира сюда будут приезжать. Это был 95-й год. Они видели, что мы делаем так по зову сердца. Люди чувствовали, что все искренне, как-то интересовались этим, помогали. Отзывчивость была какая-то такая. Собирали мы подписи по строительству храма на Крови в сквере у ЦУМа. И вот там удивительный тоже был случай, поскольку в 90-е годы мы там все отчаянно спорили до хрипоты, до драки. А тут, значит, мы стояли. Вот я помню, как-то Господь дал по молитвам Государя такое чувство, что пришли люди, ну, не согласные с храмом, стали просто хулить, ругать. Вот, я бы в другое время, конечно, на них сорвался там, вот, и так же бы себя и вел, как они. Но тут мы как-то встали, и у меня какое-то чувство было, ну, смотрю на них, ну, думаю, ну, люди, ну, не понимают, как-то с благодушием. Ну, пока не открылось им вроде. Так вот спокойно стояли и насобирали подписи много в этот день. Вот, и как-то никак вот они на нас, я удивился еще сам себе. Думаю, как же так вот меня, обычно я же на всех раздражаюсь, а тут вот как-то Господь меня закрыл. Ну, вот, ну, вот, видимо, вот так вот благодать тоже действует для царственных мучеников. Еще про этот крест вот. Да, следы остались, бомбу подкладывали. Я не знаю, сколько в тротиловом эквиваленте была мощность, но достаточно сильный был взрыв. Ну, так и не только вот вмятина осталась. Ну, вот мы можем нашим зрителям как раз показать. Да, 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 там вон видно. Камни обратно положим, вот так. Ну, это тоже где-то в 90-е годы. Вот она. Это вот почему крест, почему его вертикальная часть короче, чем должна была бы быть. А вы помните этот взрыв? Ну, я помню, мы на следующий день пришли, и потом мы крест красили. Вот, я помню. Это ночью, по-моему, было. Или ура... не помню, что-то это. Ой, не помню, честно говоря. Ну, и это ведь было не однажды. Ведь почему... Ой, да, пытались этого и всякое сквернить. Что только не пытались сделать. Ну, крест стоит. Память о царе будет. Вот я специально организовал вот эту иконочку, сюда ее добавили. Это я принес к отцу Николаю Ладюку, они в алтарь поместили, они молились. А после этого со свальщиком ее привели. Но так, чтобы можно было, значит, спокойно к ней переложиться. А теперь, видите, она существенно ниже находится. То, что это место святое, уже камни выпьют об этом, что это святое место. Это вот Екатеринбург, он, это как бы можно так дерзко сказать, конечно, но это Второй Иерусалим для русского мира. Второй Иерусалим. Потому что в подражание Христу, в подражание Христу царь себя принес. Да и, собственно, святость – это и есть подражание Христу. И вот у нас место, если мы его будем чтить, да мы встанем из любого пепла, ничего с нами не сделают. Ничего. Уже нас вообще так вот должны были уже раз в десять уничтожить Россию. Я, на всяком случае, после распада СССР, уж самые там, Збигневы, Бжезинские говорили, ну, еще лет десять и все развалится. Но, слава богу, пока стоим и будем стоять. И на всем стоять будет земля русская. Интересно, что примерно ту же мысль выразил во время визита в Екатеринбургскую епархию преснопоминаемый митрополит Черногорский Амфилохий. Давайте обратимся к архивным кадрам посещения владыкой храма на крови. Песня. 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 И, как говорит апостол Павел, истощение полного, из этого он создал свою церковь, из этого он создает достоинство человеческого рода. Я очень благодарен Богу и вашему писал Павел священству, что мне Господь удостоил сегодня быть тут, на этом месте, где Бог прославился, где русский народ, через распятие и унижение царской семьи, начинает новую свою историю, своё будущее, будущее, которое не в мощи и в силе этого мира, но именно в этом смирении, в этом унижении, в этом распятии, в этом христоподобном способу жизни, которое проявилось через царскую семью. Всё, что на жертве, это показывает, оно неуничтожимо. В человеческих глазах, это место уничтожения, разорения, это место, но Бог по-другому строит, Бог по-другому строит жизнь. Для Бога и для этих, которые принадлежат Богу, это место новой жизни, как и гроб Христов в Иерусалиме, так и это место страдания царственных мучеников. Он был верным до смерти своей родины, своим отечествия и кровь свою пролил, как агнец незлобивый. Посмотрите, его дочери такие. Это мир не знает такой картины. Нету такой картины, которая тут сохраняется. Эти агнецы Божьи, его дочери Алексей Царевич, как агнецы, как агнец, который, которого водят на заколение, так и они тут без ропота приняли свое испение, свои последние чаши жизни. И вот в этом их величие, и, как я сказал, в этом величие будущего России. Дай Бог, все нам этого величия. Уважаемые союзники, сегодня в 16.45 по московскому времени мы продолжим эту тему. А пока спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok